У нас сегодня удивительный и торжественный день. Нашему любимому учреждению исполняется 55 лет. В 1964 году очень известными людьми в то время было создано это уникальное учреждение. И называлось оно «Санаторная школа-интернат номер 76». Сегодня мы называемся «Реабилитационно-образовательный центр номер 76». Но все традиции, все созданные условия мы стараемся сохранить и приумножить. Я хочу передать микрофон удивительному человеку, директору, который работал до меня, моему предшественнику. Это Гордеева Зоя Владимировна. Она у нас заслуженный учитель России. И я с большим удовольствием передаю ей микрофон, потому что она является носителем той информации, уникальной, которая, может быть, кому-то нам еще и неизвестна. Зоя Владимировна, передаю вам микрофон. Спасибо, Елена Сергеевна. Ну, мне очень приятно вот сейчас общаться и говорить об интернате, в котором я проработала 34 года. В начале он вообще был специальной школой-интернат, которая была образована и основана Израилем Саковичем Коном и Израилем Давыдовичем Немцовым. Это два удивительных, уникальных человека, которые создали вот именно такой центр, такой интернат. Вот дети были со всего Союза, и не только из Союза, но и из зарубежных стран, из Венгрии, из Болгарии, из Чехословакии, в основном из социалистических, конечно, стран. И вот интернат мне приятно еще вдвойне, потому что вот сейчас он действительно поддерживает и сохраняет те традиции, которые были сегодня, которые были до начала этого дня, до сегодняшнего дня. Я вот сейчас вижу, приходят очень многие ученики, которые заканчивали школу в 95-м году, в 90-м, до 80-го года. Сотрудники, которые работали в интернате, и они вот с удовольствием смотрят на те преображения, которые есть. Но и здесь заслуга уже, конечно, всего коллектива и Елены Сергеевны. Это не лесть, это не какие-то необычные слова, это действительно так. Ну и, наверное, надо сказать Департаменту социальной защиты и Департаменту труда и социальной защиты, который помогает вот в тех начинаниях, которые сейчас есть. Спасибо. Это на самом деле так. Мы очень благодарны нашему департаменту. Мы уже находимся пять лет в ведомстве Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. И мы этому очень рады. И сегодня на нашем празднике присутствуют города из разных регионов. Это и Новосибирск, и Красноярск, Архангельск, Магнитогорск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие. И мы очень рады, вот как раз коллеги стоят, можем и к ним их привлечь к этому моменту, чтобы они нас поддержали. Потому что они были все созданы наподобие, по образу и подобию нашей санаторной школы. В мире нашей школы. Они все приезжали сюда для того, чтобы обмениваться опытом, для того, чтобы учиться. Потому что вот наш интернат, наш реабилитационный центр сейчас, он первый в мире. Поэтому мы, поддерживая традиции, как раз в прошлом году решили снова собрать все эти учреждения, объединиться, может быть, даже в ассоциацию для детей или болящих сколиозом. И вместе работать, плодотворно развиваться. От всего сердца, от коллег, от Санкт-Петербурга, от присутствующих здесь руководителей образовательных учреждений региона, которые занимаются той же деятельностью, которой посвящает себя реабилитационно-образовательный центр 76-й Москве, мы поздравляем. Это замечательное учреждение с такой красивой датой. Две пятерки – это высшая ученическая отметка за качество образования, безусловно, и за здоровье. То, что дают эти замечательные люди детям. Я надеюсь, что и родители, и дети присоединятся к нашим поздравлениям, потому что нет ничего лучше и ценнее, чем здоровье наших детей. А качество образования может быть только тогда, когда наши дети здоровья. Удачи вам, новых достижений и успехов. Ура! Очень приятно прийти сюда. Стала территория очень красивой. Все ухожено. Спасибо новому начальству. Мы желаем, чтобы интернат дальше цвел, чтобы у него учеба была, как и раньше была, потому что он был и учебный, и лечебный, и чтобы он был дальше и учебный, и лечебный. И воспитательный. И воспитательный. Сегодня праздничный день. Мы очень рады, что одному из наших учреждений сегодня исполнилось 55 лет. 55 лет – это почтенный возраст с одной стороны, а с другой стороны – это две пятерки. Можно сказать, что они еще молоды. По крайней мере, то праздничное настроение, которое присутствует сегодня в учреждении, в коллективе, среди обучающихся ребят и их родителей – все это вселяет в нас уверенность, что мы и дальше будем двигаться уверенно на благо детей, на благо тех задач, которые стоят перед нами. У нас большие планы. И я надеюсь, что они будут сбываться благодаря совместной работе. Спасибо. С праздником всех! Я от всей души поздравляю директора и весь персонал с юбилеем. Желаю крепкого всем здоровья, творческих успехов в нашем благородном, но трудном труде. Все, спасибо. Так, сегодня у нас радостный праздничный день. Мы пришли в свой интернат, в котором работали больше 30 лет. Правильно, Ир? Правильно, около 30. И встретили своих знакомых. Пусть процветает наш интернат, всегда будет все радостно, хорошо. И все, кто здесь работает, будут здоровы и благополучны. Спасибо. Хочу добавить, все время вспоминаем, и без слова «наш» мы не вспоминаем. Это прекрасное учебное, лечебное заведение. Он наш, не только нам, нашим детям, нашим выпускникам. Пусть все будут здоровы, счастливы. Всех поздравляем с праздником. Да. Дорогие друзья, у нас сегодня замечательный день и замечательный праздник. Юбилей нашего дорогого интерната. 11 лет я водила за ручку сюда маленького ребятенка. Вот сейчас взрослый дяденька. Это он. Самые теплые, самые замечательные воспоминания о наших дорогих учителях, о наших прекрасных врачах, которые столько заботы и столько любви дарили нашим детям. Хочется в этот прекрасный день пожелать им бесконечного здоровья, терпения и всего самого-самого наилучшего. И пусть интернат долгие годы здравствует и радует детей, родителей и всех. Спасибо. Ну, мы все, в общем-то, учителя и не только воспитатели. И говорится всегда, обучай, воспитывай, воспитывай, обучай. Учитель, как много нужно добра и любви, чтобы помнили люди тебя. Поздравляем! Такие даты празднуют нечасто. Но, коль пришла пора сей день встречать, мы всем желаем большого счастья, а с ним здоровья, доброты и тепла. Дорогие друзья, я вас поздравляю с вашим праздником. Этот потрясающий реабилитационно-образовательный центр очень многое делает для детей, для учеников. И я вам очень благодарна. И хочу пожелать вам, дорогие ученики, успехов, здоровья, прежде всего, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Я рада, что я сегодня смогла подарить частицу своего сердца, своей души вам. Я всегда с вами. И, конечно же, также хочу очень поблагодарить Департаменту социальной защиты, поскольку на самом деле мы люди с инвалидностью, наши дети с инвалидностью, мы, каждый из нас, чувствуем их заботу и поддержку. И, конечно, мы понимаем, что мы не одни. И рядом с нами есть люди, которые нас защищают, оберегают и любят. Спасибо вам за вас, спасибо вам за все. Храни вас Бог. Я всегда с вами. Я хочу поздравить РЭП-76. Это реабилитационно-образовательный центр. Номер 76 города Москвы. И хотя номер у него 76, но он первый на самом деле. Хотя он номер один в области реабилитации детей, в области оздоровления и, можно сказать, путевки в будущее. Ребят, которым с детства, может быть, не очень повезло. Они пострадали здесь, дети, с нарушением опоры двигательного аппарата. Ну и так далее. Неважно. Все равно это замечательные ребята. Потому что все равно мы в детстве что-нибудь себе отбивали, ломали. Но самое главное попасть в такие вот теплые руки, в атмосферу любви, здоровья, образования. Это очень важно. И ребята поступают в самые приснеженные институты. И становятся очень большими специалистами. Здесь у них и плавательный бассейн, и великолепные педагоги, знаменитый хор, атмосфера творчества, добра, любви, заботы. И, конечно, хочется поздравить с 55-летием, вот уже столько лет этому центру, чтобы он и дальше процветал, чтобы ребята, которые здесь были, были счастливы и могли бы сказать за детство счастливое наше. Спасибо, родная страна, родная Москва и Рэп-76. Я думаю, что я такую сделаю песню. Она у меня будет называться Рэп-76 новая. Ребята, хлопаем ладошки, да? Мы споем сейчас вам рэп. Это рэп, здоровье, счастье, рэп-76. Давайте, ребята, рэп-76, давайте. Рэп-76. Рэп-76. Это классно. Это во, ваш Григорий Гладков, детский композитор. Я поздравляю весь коллектив РОЦ-76 с юбилеем, с 55-летием и детей, и сотрудников, и родителей. С этой прекрасной датой. Две пятерки. Вы молодцы, вы отличники. А желаю я вам развития, здоровья, добра и позитива. Мы еще раз присоединяемся к поздравлениям. 55 лет – это такая цифра, которая, в принципе, очень много будущего сулит. Да, есть куда стремиться, что делать. Здесь чудесный коллектив, чудесные дети, люди прекрасно работают. Еще раз поздравляем всех творческих успехов и на лучших пожеланий. Спасибо. Желаем творческих успехов коллективу, хорошей команды, продолжения перспективы в развитии. Хороших родителей, хороших детей. Ура! С праздником! Мы представляем Центр реабилитации и образования номер 4. Находимся в Быково. Кардиологический центр. У нас также дети лечатся, оздоравливаются, обучаются, воспитываются. Так же, как и в этом замечательном 76-м центре. Мы желаем этому центру, нашему собрату по педагогической, медицинской деятельности, счастья, всем сотрудникам, удачи, детям, конечно же, здоровья. Мы хотим, чтобы и в этом центре так же выпускались, как и раньше, все 55 лет, замечательнейшие выпускники, обладающие и знаниями, и отменным здоровьем. Счастья, любви и удачи! В Центре реабилитации инвалидов «Красная Пахра» хочу поздравить наших коллег реабилитационно-образовательный центр номер 76 с прекрасным юбилеем, 55-летием. Замечательный центр, замечательная организация юбилея, прекрасный коллектив, прекрасный директор. С праздником вас, дорогие друзья! С праздником вас, дорогие друзья!